На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии. Михаил Садовский, здравствуйте. В гандбольном первенстве страны состоялись очередные поединки после возобновления турнира. Действующий чемпион и лидер этого сезона БГК имени Мешкова без проблем переиграл Машеку со счетом 35-19. Гомель провел выездной матч с вице-чемпионом страны гандбольным СКА. Хозяева уверенно лидировали практически всю встречу. За 10 минут до окончания поединка гомельчане смогли выровнять счет. Выйти вперед не получилось. По итогам матча победа на стороне Минского СКА 33-27. Самыми результативными игроками Гомеля стали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский. На их счету по 8 мячей. Продолжаются и тренировки по фристайлу в Гомельском дворце водных видов спорта. Занятия проходят в штатном режиме. В учебном процессе значительных изменений нет, однако тренерский штаб в подготовку включил плавание. В это время обычно спортсмены готовятся к первенству Центра Олимпийского резерва и республиканскому турниру на призы Белорусской Федерации Фристайла, который проходит ежегодно в Минске. Соревнования были запланированы на апреле и начало мая, их перенесли. Даты проведения сообщат позже. Однако в связи с постановлением Министерства спорта и туризма первенства могут состояться не раньше июня. Теперь цель тренировочной работы – сохранить форму. На сегодняшнюю ситуацию я бы не сказала, что что-то поменялось. Дети, как на протяжении года некоторые болели, они также болеют. Те, которые ходили, те ходят. В целом ситуация нормальная. Я знаю, что национальная команда сейчас отдыхает, они в режиме отдыха, но у них в этот период и есть отдых. Чемпион вторых европейских игр по спортивной акробатике Артур Беляков проведет завтра онлайн-тренировку. В прямой трансляции можно подключиться на официальной интернет-площадке Гомельской городской организации БРСМ в 15.00. Во время эфира спортсмен расскажет, как проходят его тренировки и каким был путь к Олимпу, а также поделится профессиональными секретами. Кроме этого он покажет, как тренируется и предложит несколько упражнений для зрителей. Чемпионат Европы по академической гребле перенесен на октябрь. Изначально он должен был пройти с 5 по 7 июня в Познани. Место сообщат позже. Крайний срок обозначения страны – 31 июля. Также континентальный форум среди спортсменов до 23 лет состоится в немецком Дуисбурге с 5 по 6 сентября. А аналогичный старт среди атлетов до 19 лет 26-27 сентября примет Белград. Чемпионаты Европы по академической гребле возобновились в 2007 году. Белорусы входят в десятку сильнейших медального зачета. На счету у наших спортсменов 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.